Раз, два, три, четыре, пять. Тестовая запись, настройка звука. Сегодня сбоев быть не должно. Новую программу учителя информатики с утра тестируют на себе, чтобы знать все особенности и донести их до своих учеников. В программном обеспечении кнопок нет, кнопка одна, перемещение по экрану. То есть далее, далее, далее. То есть ошибиться невозможно. Зато возможно показать свои истинные знания по иностранному языку. Своего часа 32 выпускника ждут в специальной зоне. Перед экзаменом, как и на настоящем ЕГЭ, инструктаж и заполнение бланков. Данная подготовка, которая сегодня пройдет, она очень важна, чтобы попробовать новые введения, которые ввели в ЕГЭ, и поэтому не волнуюсь. Раздел «Говорение» в ЕГЭ по иностранным языкам вводят уже со следующего года. На четыре задания отводится около 13 минут. Все должно быть четко. Вот данных, подготовка, говорение. Ну, например, у нас будут картинки. Мы должны будем их сравнивать, высказываться по одной из картинок, что мы на ней видим, что общего. Ну и задавать различные вопросы. То есть проверяется со всех сторон наше умение говорить на английском. Контрольно-измерительные материалы приходят из Рособранадзора в электронном виде. Первыми их получают члены государственной экзаменационной комиссии. И сразу же отправляются в аудитории. Пароль доступа мы получаем за 15 минут до начала экзамена. И члены ЕГЭ, обладая электронной цифровой подписью, эти контрольно-измерительные материалы активируют на рабочих местах. Организаторы подчеркивают, прежде всего они отрабатывают технологию проведения экзамена, чтобы заранее узнать обо всех проблемах и успеть решить их. В сегодняшних пробах участвуют лишь 15 российских регионов. А весной будет еще одна апробация, то есть будет еще предварительное тестирование на всей России. Поэтому мы дважды поваримся в этой каше, я думаю, что проблем не будет. Результаты этого испытания станут известны в конце недели. Аудиоматериалы отправят на проверку специальной комиссии. Пока же ясно одно – чтобы получить 100 баллов, без устной части экзамена выпускникам точно не обойтись. Светлана Федоренко, Олег Голобоков, ТВК Новости.